Носки. Не знаю, у меня еще от моего спорта, от Мотобот, как бы это, ну, на самом деле, вроде бы простые носки Альпинистарс, но они не совсем простые, то есть у них здесь есть разница ткани, вентиляции, то есть они такие, как, как сказать, неопреновые, как термо, да, термо-носки называют. Супер плотно, Беф, оценишь, нет? Только не рви. Вот, супер плотно они сидят на ноге, и, соответственно, было там куча съемок, было у меня там пару дней, где я просто целый день в этих ботинках, во всем, ну, в Мотоботах мы, на самом деле, вообще на выступлениях целый день, бывает, проводим. Вот, супер комфортно, ноги не потеют так, да, то есть они не стираются, потому что ты все равно, как-никак, ты целый день переключаешь, там, передачи вниз и вверх, да, ты перемещаешься, ты ходишь, да, ходишь, что, как минималоважно, на самом деле, относительно обуви, например, да, это ключевое в дорожной теме, потому что, например, в Мотоботах, понятно, мы прыгаем на мотике, ты отпрыгал сет, там, пошел, либо переоделся, либо еще что-то, да, понятно дело, что вот в этих вот башмаках ты здесь, да, долго ты не проходишь, в любом случае, вот это просто неудобно, вот, но в этой обуви, например, тебе нужно перемещаться весь день, если, например, ты постоянно едешь на мотоцикле, ты уехал с утра, вернулся домой вечером, у тебя там дела, встречи, учеба, не знаю, там, да, все, что угодно, съемки, просто ты поехал куда-то далеко прокатиться там с друзьями, вот, собственно, 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 обувь в этом плане имеет очень большое значение, очень большое, во-первых, я считаю, что шлем и мотобот это первые два элемента защиты, самые главные, самые главные, потому что, ну, ноги на мотоцикле, ну, голова это в первую очередь, вообще, я считаю, что без шлема, в принципе, ездить, ну, просто запрещено, куда бы вы ни поехали, на парковку, в гараж, из гаража, с парковки, голова всегда должна быть защищена, вот, а ноги, ноги это вторая часть, потому что вы переключаете передачи, вы тормозите, вы выставляете ноги инстинктивно, что бы ни произошло, при первом, самом неудобном случае, да, человек делает что, мотоцикл кренится на бок, он сразу выставляет ногу, да, то есть ты падаешь на бок, ты сразу выставляешь ногу, потом руку там и так далее, поэтому обувь супровожна, и если посмотреть на вот эти вот ботинки, я протестировал, проездил, они, на самом деле, по стилю, я предпочитаю вот эти вот MCP, да, то есть, как бы, это прям вот, ну, стайлак, очень круто для съемок, для всего, но, если, ну, и они такие, они больше, конечно, весна-осень, потому что лето в них жарковато, но вот эти вот, казалось бы, чешки, да, во-первых, они ничего не весят, абсолютно легкие, но, при этом, при всем, уникально плотная подошва, которая просто, ну, ограничивает, как бы, да, движение, держит, держит стакан, ну, достаточно жестко, то есть, я на подножках стоял целый день, и, как бы, ну, чувствую себя абсолютно комфортно, жесткая пятка, да, то есть, что держит, как бы, держит сам сустав очень плотно, слайдеры боковые, на одном и на другом, да, с обеих сторон, то есть, вот эти вот места, они тоже не случайны, а бордюр где-то чиркнул, не чиркнул, на светофоре оступился, задел за что-то там, да, не дай бог, то есть, они все проводят на скользяк, то есть, твой мысок, вот эта вот часть, как бы, основная, она защищена, плотный мысок, вот, можно, как бы, да, обратить внимание, плотный, достаточно мысок, то есть, вот, говорит, так же, если ткнешься куда-то об подножку, там, об асфальт, там, нечаянно, еще что-то, защита есть, защита есть, дальше шнуровка, плотная, с липучкой, стакан высокий, да, что, соответственно, также позволяет держать, как бы, ногу, в принципе, ну, в таком, как, как в корсете, вот, здесь видно, что вставки боковые, чтобы чашечки, боковые, вот эти косточки, там, не дай бог, там, об мотор, не натереть, не обжечь, там, об раму, там, да, и так далее, снаружи, внутри, вот, что еще, огромное количество вентиляции, смотрите, как грамотно сделано, вот, четко идет волна, Джессика Бафуди, четко идет волна, например, да, мы переключаем передачу, вот здесь вот, да, шифтер стоит, здесь стоит шифтер, то есть, мы переключаем передачу вот этим местным, то есть, здесь кожа, здесь уплотнители, но тут же рядом есть уже выемка, откуда идет поток воздуха, да, то есть, продуваемость, вот здесь вот это вот, вот эта часть не работает, она ничего не выжимает, никуда не нажимает, ничего, то есть, как бы, вот эта часть продуваемая, вот эта продуваемая, вот эта продуваемая, и вот здесь вот, даже, смотрите, вот здесь вот, здесь, здесь, да, все, как бы, продуваемо, супер комфортная обувь, я очень много в ней проездил, очень много, и, скажу честно, я попадал в дождь, в ливневый дождь, я, первый мой опыт был дорожный, я сейчас смотрю, как резина держит там, держит немного было так как бачкова но ночью причем возвращался домой просто насквозь весь но мне было кофта дождик уфта кофта я был вымокший просто наглухо но ноги надо дать должное что да конечно то может быть они были влажные но но не насквозь ничего мне в ногах не хлюпало я также ехал совершенно спокойно переключал передачи тормозил я сейчас скажу то есть джинсы были вымокшие кофта была вымокшая все было сырое но ботинки обувь это было единственное в чем не было комфортно до до победу последнего поэтому вот эти чешки повторюсь по стилю повседневному я предпочитаю вот такого типа да для такого стилемотика но если вести речь о удобстве легкости подвижности и так далее и защите то однозначно вот это вот эта модель как очень-очень мне нравится так что берегите свои ноги